Приветствую, друзья! Как-то я рассказывал о том, что Сальвадор Дали научился вызывать у себя это нейтральное состояние, раскачиваясь в кресле и думая о своих картинах. И в этот момент у него снимался какой-то блок внутри него, снимались вот эти штампы, стереотипы мышления. И он поэтому и рисовал такие интересные картины, неординарные, уникальные. Как раз-таки вот это его научил некий Капуцин, он об этом рассказывал сам Сальвадор Дали. И вот это очень интересно, что вот эту мысль о том, что я же об этом рассказывал, я же об этом ролике говорил, я же тогда это говорил, и вот эта мысль у меня вдруг сейчас неожиданно вспомнилась, в связи с тем, что я сейчас в нескольких роликах говорил о нулевом состоянии. А почему я забыл тогда про Сальвадор Дали, когда в этих роликах говорил? А вот почему. Потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с каким-то вопросом, ну, в общем, короче говоря, наше мышление фрагментарное, у нас получается, что мы вот этот весь свой опыт, который у нас есть, вот эту массу ассоциаций, которые у нас есть, мы можем вспомнить мгновенно. Но когда мы начинаем что-то рассказывать, мы уже в другом состоянии. И поэтому у нас весь мир распадается на эти фокусы внимания. Ну, это же интересно, правда? Потому что у нас есть всё, как все слова, написанные одними и теми же буквами. А в каждом слове есть корень слова, там смысл. И нам Роман Газенко помогает открывать эти корни слов и даёт свою интерпретацию вот этого словообразования. Конечно, вы тоже можете давать свою интерпретацию. Дело не в том, что вам кто-то навязывает шаблон. Нет, ни в коем случае. Просто начинаем вместе задумываться над тем, что же означает то или иное слово. Это очень важно, потому что, когда мы опять сталкиваемся с неизвестностью, а сейчас вот это состояние неопределённости, и мы опять всё забываем и мыслим фрагментарно, шаблонами. А нам надо научиться мыслить свободно, чтобы со скоростью инстинктивных реакций мгновенно создавать новые решения по любым обстоятельствам. Поэтому есть внутренний мир человека и внешние обстоятельства. Иногда они нас так сжимают в рамки. Иногда нам надо так быстро понять, что же нам делать в условиях неопределённости. У нас начинается уже не внешняя турбуленция, а внутренняя. Хотя уже напряжение резко растёт, потому что адреналин включает мобилизацию, такую иногда большую, высокую, что мы зацикливаемся. Наша задача – научиться время от времени, выходя на нулевое состояние, освобождать себя от всех штампов мышления, от всех страхов, от всех шаблонов. Дело в том, что это называется по-другому вообще-то – научиться управлять своими эмоциями. Но естественным образом. Естественным образом. Потому что мы нулевое состояние подбираем для себя время от времени именно с помощью перебора действий, которые для нас максимально комфортны, которые с нами резонируют. Как музыка, которая нами воспринимается как приятная, когда мы в соответствующем состоянии. А в другом состоянии она нас раздражает. Резонанс, когда мы подбираем. Тогда происходит вот это вот раскрепощение, выход на самое себя. Это очень интересное явление. Это надо пробовать и пробовать, потому что некоторые люди, примерно 30%, они легко снимают зажимы, легко выходят в трансовые состояния, они легко настраиваются на что угодно, на что хотят, мотивированы. Если у них есть желание, они могут настроиться и начать стихи писать, и музыку писать, потому что всё у нас есть. И я ещё интересное заметил. Чтобы научиться быть в свободном состоянии, а не только в туннельном зрении, надо как раз таки сейчас понять, что мы всё время в трансе. Потому что доминанты, которые у нас образуются, это фиксация внимания. Когда мы можем думать только о том, что нас волнует, больше ни о чём, и больше ничего не слышим. А пустое состояние между доминантами и между агрегатными состояниями работы мозга, которых четыре, о которых я рассказывал, как устроена модель работы мозга у меня, так это вот состояние нуля, в котором нету доминанты. То есть, когда вы являетесь сами собой. А если глубоко задуматься, сами собой это с кем? С кем вообще? Кто вы? Кто вы и с кем вы являетесь? Если глубоко задуматься. А вот я вам скажу одну вещь интересную. Я когда высплюсь, например, у меня всё в каком-то поэтическом таком ритме происходит. То есть, я отвечаю на вопросы, могу пошутить, у меня какая-то игривость, полно энергии появляется. А когда не высплюсь, мне надо думать, что сказать, как сказать, и тогда штампы появляются. Почему? Потому что, когда энергии у человека мало, а штамп это же готовая заготовка, так сказать, она не требует энергии. Она сразу выскакивает. Шаблонное мышление или туннельное зрение, это, друзья, когда вы не высыпаетесь. Если вы высыпаетесь, сам организм так устроен, сам механизм работы мозга так устроен, что у вас всё. потом обрабатывается, все впечатления, заботы, тревоги дня, всё. И у вас уж опыт, и все буквы, которые вы знаете, и все слова, все так обрабатываются целостно, в ритме гармонии. Да, в ритме законов природы. Законы природы внутри нас. Нам надо только быть целостными, ну, то есть, высыпаться, не переутомляться, а для этого время от времени выходить на состояние эмоциональной отрешённости, задумчивости, созерцательности, мечтательности. Мечтайте побольше. Да, не получается мечтать? Тогда делайте вот такие приятные движения. Когда вы решаете какой-то вопрос, покачиваетесь. Сейчас очень много людей научились замечать, что когда люди начинают о чём-то думать и нервничать, то они невольно начинают совершать какие-то действия, которые на самом деле в организме человека так устроено, помогают человеку думать, чтобы он не зацикливался. Так мозг устроен. Да, и за собой можете понаблюдать тоже. Когда вы о чём-то задумываетесь, иногда вы помогаете себе, а именно и тогда, когда в какие-то моменты задумавшись, вы сталкиваетесь с вопросом, который вызывает напряжение. и вы его невольно начинаете снимать. И когда вы делаете эту волну, вам легче думать. Да, друзья? Так что я начал с Сальвадор Дали, с капуцина, который его научил вот так покачиваться в кресле. И я ещё могу вам напомнить, что тогда было. Он его научил, знаете как? Медный тазик он ставил и ключ в руке металлический держал. И раскачивался вот так. И задрёмывал. А тазик и ключ ему нужен был для того, чтобы когда он засыпал, ключ падал, звенел от тазика, и он просыпался. То есть он себя искал между сном и бодрствием. И там снимались у него шаблоны. То есть он пользовался нулевым состоянием. Поэтому делал необыкновенные картины, не похожие на других. Да, ну вот вы знаете, он свою индивидуальность выражал. Поэтому, чтобы вы открыли свою индивидуальность, конечно, вам надо избавляться от штампов и подражательства, от шаблонов. Поэтому время от времени подбирайте для себя приятные движения. Любые приятные движения. А сам процесс подбора приятных движений, любых приятных для вас, самых подбор, сознательный подбор, развивает осознанность. Это очень интересно. Кому-то нравится волна, кому-то нравятся плавательные движения, кому-то нравятся пощёлкивания. Да, друзья мои, кому что нравится. Вы это инстинктивно делаете, а я вам просто напоминаю, что вы можете осознанно вспомнить, что вы любите делать инстинктивно, поделать это несколько раз, и у вас развивается способность. Мыслить не фрагментарно. А чаще, когда вы задумались над какой-то мыслью, над какой-то задачей, таким образом переводить себя в такое ресурсное состояние, чтобы все ассоциации, всё, что видели во сне, всё, что читали, всё, что читали в сказках, вдруг могли вспомнить свободный поток ассоциаций, кристаллизующийся в направлении темы вашей мотивированной задумчивости, помогает решить ваш вопрос, когда вы одновременно с этим раскрепощены. То есть получается, вы обучаетесь раскрепощаться в мобилизованные в направлении поиска решения. Это называется деяние в недеянии. Ну, по-разному это называется. Это называется быть напряжённым в расслаблении. Ну, по-разному. Я не инь в одном. Это целостность. Видите, я сколько слов наговорил для того, чтобы появились какие-то ассоциации, которые помогут кому-то понять, о чём я говорю. До встречи, друзья. КОНЕЦ